Насилие под наркозом. В США известного хирурга звезду реалити-шоу обвиняют в надругательствах над сотнями женщин. Причем, как уверенный полицейский, дамский обольститель действовал в паре со своей девушкой. Какую схему они придумали и почему оставались безнаказанными 9 лет, расскажет Татьяна Прокуратова. Голубые глаза, ухоженные волосы, идеальная улыбка. Половина американских дам впервые, увидев реалити-шоу о любви 38-летнего доктора Гранта Роби Шоу, без раздомий заявили «мечта, а не мужчина». Я хочу быть женат только один раз и хочу иметь только одну семью. Глядя на доктора Роби Шоу, многие до сих пор отказываются верить в то, что хирург, согласно материалам уголовного дела, совершил сотни изнасилований. Причем не один, а вместе со своей возлюбленной, 31-летней Кирисой Лорой Райли. Со своими жертвами они знакомились в барах, на музыкальных фестивалях или в интернете, приглашали девушек домой, а там накачивали сильнодействующими веществами. Мы верим, что обвиняемые использовали свою внешность и очарование, чтобы не вызывать подозрений у их потенциальных жертв. В поле зрения полицейских эта парочка попала еще в 2016 году. Одна из жертв написала заявление в полицию. Но хирурга и его подруга задержали только через два года. Американские СМИ недоумевают, почему так долго. Офицеры оправдываются. Мол, у них не было достаточно доказательств. А ордер на обыск они получили только в 2018 году. В доме мистера Роби Шоу следователи нашли немало запрещенных препаратов. Кокаин, ЛСД, экстази, а также анестезию, к которой Грант имел доступ как медицинский специалист. А в телефоне доктора около тысячи порно-роликов, на которых видно, как он насилует девушек в бессознательном состоянии. Очень много женщин на этих видеороликах выглядит так, будто не в состоянии дать на это согласие. Одна из потерпевших Лорен Хайден. Девушка написала заявление в полицию только после того, как увидела в новостях сообщение о задержании Роби Шоу. Он отвратителен, он убогий, он монстр. Лорен не скрывает лица, утверждает, ее не насиловали. Несмотря на действия сильнодействующих веществ, девушке удалось вырваться. С доктором она познакомилась в социальных сетях. Он отвез меня в джакузи, где не прекращал попытки сорвать мой топ. Я отчаянно сопротивлялась. В противовес выступают фанаты Роби Шоу, которые знают его, прежде всего, как герой реалити-шоу о любви. Выпуск, в котором Грант обещал отдать свое сердце в хорошие женские руки, вышел в 2014 году. В шоке и многие пациенты врача. Он отличный доктор. Хирург-кортопед? Да, он работал над моими плечами. Не могу поверить, что все это правда. Суд, куда хирурга и его подругу доставили после задержания, тоже не увидел в них опасных преступников. Не стал заключать под стражу, а выпустил под залог в 100 тысяч долларов. Вероятно, серийные насильники теперь разгуливают на свободе, а их адвокаты настаивают на невиновности клиентов. Если бы полиция и окружной прокурор действительно были бы обеспокоены заявлениями этих дам, то Грант и Кирисса были бы сразу арестованы. Пока материалы дела готовятся к началу судебных заседаний, прокуроры разыскивают других пострадавших от рук этой пары. На данный момент официальных обращений от изнасилованных девушек только семь. Но и этого может быть достаточно для того, чтобы приговорить доктора и его возлюбленную к пожизненному лишению свободы. Татьяна Прокуратова, Вести, дежурная часть.